Ну и напоминаем, что четверг это по традиции день кино, день премьер, но, между прочим, это не помеха для того, чтобы насладиться шедеврами синематографа. Сегодня будем говорить про то, как приблизить лето с помощью большого кино, а именно фильмы про отпуск, куда тоже пока не поедешь и не отправишься. Только душу травить себе, смотреть такие фильмы, мне кажется, и все. Ну, у Василия Моцевича совершенно другая позиция. Наоборот, можно желаемое таким образом приблизить или, по крайней мере, подарить себе хорошее настроение. А вот какими фильмами, какими картинами сейчас мы у Васильева, ой, у Василия и узнаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Василий, ну что ж, расскажите ваш такой рекомендательный топ летних фильмов про отпуск. Они у меня не только летние, но они именно про отпуск, а еще все эти фильмы, они про любовь. Потому что, как бы, если и куда-то поехать сейчас возможности нету, то вот любовь, это то, что, говорится, всем им доступно. Ну да. Найдется везде. Просто, как раз, первый фильм из моего списка, он будет совсем не летний, он зимний, но тоже про отпуск. И фильм называется «Отпуск по обмену». Тут в главной роли Кэмерон Диас, Джуд Лоу, Джек Блэк. И суть в том, что две главные героини, они, получается, каждая из них переживает определенный нехороший момент, связанный с личной жизнью. Каждая из них занимается своим делом. Живут они одна в Нью-Йорке, другая в пригороде Лондона. И вот в какой-то момент, значит, их мужчины их бросают, они случайно находят друг друга на сайте, вот как раз, отпуска по обмену, когда какие-то жильцы сдают свои квартиры для того, чтобы, пока они в отпуске, кто-то мог у них пожить. И вот так случается... Ну да, хорошая инициатива. Жаль только в кино, наверное. Жаль, да. Две девушки, по сути, переезжают друг к другу, то есть одна летит в Лондон, другая в Нью-Йорк, начинают проводить отпуск в новой для себя обстановке. Ну и как это всегда бывает, в тот самый момент, когда ты меньше всего этого ждешь, каждый из них встречает молодого человека, вот уже, как говорится, в новой стране, где она находится. Ну а дальше это вот становится такая вот романтическая, добрая, приятная комедия. А интересно, мужчины, они встречают друг друга? Получается, там и отпуск по обмену, и мужчины по обмену? Нет, мужчины маленькие, да? Я правильно помню? Мне кажется, я видела этот фильм, но он хорош для просмотра второго. Да. Следующий фильм – это «Письмо к Джульетте». Вот это как раз очень яркий такой фильм про Италию, про город Верона. Как известно, это город, как раз, где жили Агромео и Джульетта. И существует такая традиция, когда многие влюбленные девушки отправляют к Джульетте свои письма. То есть это действительно существует, такое есть, да. Вот. И там пишут, когда, допустим, у них там какая-то неразделенная любовь, или вот они там в чем-то сомневаются. И главная героиня, она, значит, отправляется работать волонтером как раз в Верону для того, чтобы разбирать вот эти письма. И вот, собственно, волонтеры на эти письма отвечают. И она находит случайно затерявшееся письмо еще из 70-х годов, которое ее дико берет за душу. И она решает, что она должна вот отправиться найти уже ту бабушку, которая когда-то давно, почти там 40 лет назад, фильм там 10-х годов. Красиво, да, что-то у Джульетта, да? Да, писала это письмо, и она уговаривает ее на то, чтобы, собственно, вот отправиться в путешествие в Верону для того, чтобы вот, собственно, решить свой любовный вопрос. А вместе с этой бабушкой отправляется ее очень богатый внук, который неровно дышит вот к этой вот героине-волонтеру. И, собственно, дальше вот ситуация уже вот такая вот становится. То есть это и про путешествия, и на самом деле, опять же, как я сказал, про любовь. Странно, почему в кинематографе надо вторую часть снять, чтобы и мужчины могли писать письма Ромео, да? Мне кажется. Мы могли бы в гости к Ромео приехать, если была бы такая возможность. Какой еще фильм посоветуете, Василий? Следующий фильм, это фильм Ридли Скотта «Хороший год». В одной из подборок, кстати, вот еще в начале самоизоляции я уже его упоминал. Это фильм, здесь главная роль Рассел Кроу, который играет такого бизнесмена, можно сказать, такой волк с Уолл-стрит, проживающий в Нью-Йорке. И тут он внезапно узнает, что во Франции умирает его дедушка, у которого он все лето вот именно во Франции на виноденье проводил свое детство. И как бы вот ему нужно разобраться, что делать с этим поместьем. Он отправляется в Францию для того, чтобы продать эти виноградники и поместья. Но вот так случается, что обстановка меняет людей, и вот он тоже полностью проникается во все вот эти вот культуры виноделия. Встречает вторую главную героиню в роли Марион Катьяр. И как бы здесь уже становится, как бы и появляется история любви. И вот он уже не хочет возвращаться в свою рутину, в свой поток дел. И вот хочет остаться вот как раз вот в таком летнем приятном отпуске, то есть продлить его на всю жизнь, можно сказать. Слушайте, ну, Марион Катьяр, да, действительно, я ее очень люблю. Странно, что я не видела этот фильм. Хорошо, что вы мне про него рассказали. Есть еще такая чисто отельная история, я так понимаю, которую мы тоже с Игорем пропустили, и зря. Это фильм, который выходил буквально в начале этого года в кинотеатрах. Он очень хорошо прошел в прокате, у него хорошие отзывы. Это российский фильм «Отель Белград» с Милошем Биковичем в главной роли, который стал очень популярен после фильма «Холок». Вот это действительно такая суперлетняя история. И, к сожалению, пока она нам недоступна, потому что речь идет о поездке на Балканы, то есть город Белград. Но тут это как раз тот случай, когда можно немножко помечтать, потому что то, как гостеприимно, как, собственно, солнечно, радужно показана вся вот эта атмосфера отпуска, когда, собственно, главный герой владелец отелем в городе Белград, который так и называется «Отель Белград». Дело в том, что тут случается тренинг. И вот я уже просто этот фильм рекомендую тем, кто, во-первых, хочет действительно, особенно сейчас в такую погоду паспортную за окном, оказаться в лете и немножко попереживать в пользу кого, собственно, главный герой сделает свой выбор, потому что две девушки будут бороться за его сердце. С Милоши везде, по-моему, во всех телевизионных кинопроектах российских. Ну, тренд, тренд, что сказать. Тренд, да, он и еще пара актеров тоже везде. Еще есть фильм такой относительно, ну, летний, ну или крайне как минимум. Вот называется он «Вики Кристина Барселона». Барселона – это город или это все-таки имя? Вот, ну, я хочу понять. Нет, Барселона – это как раз город. Это, собственно, город, в котором будут происходить все события этого фильма. Это фильм Вуди Аллена. У него есть, скажем так, такая его фишка, традиция. Он снимает фильм про именно крупнейшие города мира, которые, по его мнению, заслуживают особого внимания, заслуживают того, чтобы их посетить. И вот, собственно, «Вики Кристина Барселона» – это как раз такой же город. Вот здесь Хабьер Барден в главной роли и Скарлетт Йоханссон. Такой очень хороший состав, да. Это кино, оно уже действительно вот такое атмосферное, про горячую испанскую любовь, про безумно красивый город Барселона. Опять же, вот, пока сейчас попутешествовать нет возможности. Вот настолько хорошо вся вот атмосфера передана в фильме, поэтому как бы вот я рекомендую потратить эти полтора часа для того, чтобы просто вот проникнуться этой атмосферой и помечтать. Да это не потратить, это насладиться полтора часа. Вот я посмотрел, две актрисы там были, да, и одна блондинка, другая брюнетка. Мы сегодня выясняем, кто привлекательнее все-таки, блондинки или брюнетки. Как вы считаете? Ваше экспертное мнение. Вам кто больше симпатичен? А я считаю, что не нужно разделять. Все девушки прекрасные, надо их любить. Хорошо, ну а для кинематографа, как вы считаете, кого чаще снимают, блондинок или брюнеток? Вот так сходу я не скажу. Я точно знаю, что одно время все-таки блондинки были сильно популярнее именно в кино, но мне кажется, сейчас это прямо паритет, то есть 50 на 50. Спасибо большое. Спасибо большое, Василий Матвеевич, директор по кино, по ракату. У нас был... И подборка фильмов, которые стоит посмотреть. И от него его топ-советов для летнего и хорошего настроения. Василий, спасибо вам огромное. До свидания. Услышимся обязательно еще в день премьеры, день кино. Напомним, это всегда четверг. Пусть так и остается. Пусть так и остается.